Салава махаликум комбаттедостар Здравствуйте дорогие друзья Рад приветствовать вас на канале Я сегодня хотел Послушать вместе с вами Новую композицию Димаша Худайбергена Которую он выпустил на всех площадках музыкальных То есть iTunes, Apple Music Яндекс Музыка Ну кстати Яндекс Музыка Я зарегистрировался там бесплатно Первый месяц И слушаю Эту композицию прекрасную Крутую Такую брутальную Вот теперь сегодня с вами хотел послушать Потому что Эта композиция Мы все прекрасно знаем Была исполнена в самой концовке Его прекрасного онлайн концерта Который был в январе И все были Тогда в восторге и эйфории Я еще делал реакцию на нее Сразу же по горячим следам Вы помните наверное Мои подписчики Теперь давайте послушаем Хотя По идее Это все платформы платные Поэтому как бы Официально Да Широко Как бы тоже нежелательно слушать Но я знаете Так слегка Наверное Буду Звук поставлю Звук поставим На всю Вспомнили Сразу в глаза бросается стиль манера всеми известного легендарного певца майкла джексона как мы все знаем он является одним из любимых певцов димаша худайбергена давайте начало очень такое ритмичное многообещающие какой голос какой бас таким басом датомным и маркер гидро или everybody что там было уже прошло да ах вот этот ах вот этот концовочка куплета как она так классно заходит в стиле такого вскрикивания то что дел майкл джексон своих композициях и вот она сразу я услышал вы тоже услышали казахские народные мотивы то есть халя ля кули ляй ммм классный момент сладкий вот знаете дорогие друзья вот начало именно рэпа рэпа начало вот вот именно здесь когда слушаешь как бы в начале такое ощущение что это не димаш начинает читать рэп а вот когда мы в онлайн карте смотрели то есть там идет же видео где он танцует с двумя прекрасными девушками и там понятно что он читает рэп а тут то мы этого не видим просто аудио слушаем и вначале вот кажется что это вступление не димаш и потихоньку потихоньку где-то его интонации все мы понимаем что это димаш все-таки читает рэп насколько многогранен димаш как круто Класс, супер, да. Рэп-прочтение, это вообще что-то. Вот я говорил вначале, как бы так низковато, да, томно. Потом, 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 как будто интонации поднимает Димаш. И вообще, кажется, это трое или четверо рэперов участвуют в этом прочтении. Вот честное слово, такое ощущение. Прекрасно. Вот этот момент, который я говорил, так томно, брутально. То есть, приготовьтесь все. Она такая непослушная, по-моему, да, надо. И она хочет тусить. Ну, вечеринка, пати. Слушаем дальше. Заметили вот этот переход? Как бы, как прибив... В общем, другая мелодия, окраска, как бы переход такой. Из рэп-моментов, вот такое, плавное, напивное, можно, как сказать, кантиленное пение, да, кантилена. Мастер кантилены. Это Димаш, конечно, Димаш. Даже вот, смотрите, я смотрел, не помню, какой выпуск, но вот в этом году это... Ну-ка, все вместе, может, кто-то смотрит, и там, когда они, то есть, дают оценку участникам, и, в общем, где-то что-то говорят, нюансы, и там был момент, когда про разговор, про напев, да, мелодию, то есть, как бы вокалист кантилену. И вот там между собой, я не помню, кто, там же 100 человек, 100 экспертов сказали, насчет кантилены, это к Димашу, это к Димашу. Знаете, еще раз приятно об этом слышать, потому что про это говорил и Максим Галкин насчет кантилены, владения кантиленой. Вот это, вот это вскрикивание, как бьет, а? Это вот так. Бей! Блин, ну что же я раньше не положил? А-а-а-а, все! Такое вскрикивание, ну, Майкл Джексон, Димаш, как бы, сделал дань, да, великому легендарному певцу, в таком его духе, стиле, сделал эту композицию, плюс еще рэп, рэп-казан. Казахский рэп, ну, как вообще это, сочетание, ну, вот, реальный кроссовер вам, три, можно сказать, да, три стиля в одной композиции. Ну, что сказали, дорогие друзья, еще раз, еще раз, вот, мы с вами послушали, сам-то слушаешь постоянно, часто, эту композицию. Вот, позавчера, вот, позавчера, буквально, я тоже ее поставил на громкую, ну, пока там сыничка где-то бегал, играл, я поставил у себя на компьютере колонки, и давай двигаться, вот, знаете, ну, как дурачиться, да? И смотрю, приполз мой сын, рот открыл и смотрит на меня, и что делает папа, с ума сходит, вот, под вот эту композицию будь со мной, Димаша. Ну, слов нету, даже, знаете, вот, в голове пролетела такая, это, фраза, как бы, с рифмой. Сейчас я вам скажу, вот, как бы, и вывод, да, вывод сделать насчет этой композиции, прекрасной, крутой. Друзья, я буду с вами объективен, Димаш тут брутален, крут и креативен. О, складно вроде получилось. Ну, что, вот, такими словами хочу обосновать эту композицию, действительно, брутальная, крутая такая, Димаш здесь натуральный такой, мачо, крутой супермен, можно так сказать, с этими интонациями, да? Ну, вот, сегодня вот такой был выход, хотел с вами поделиться насчет этой композиции, новой, еще раз. Ну, я надеюсь, она будет начинать, уже, может, начала бить потихоньку, достигать высот. И мы, конечно же, в этом с вами поможем, потому что пятница, пятница, я думаю, наверное, эту песню, за эту песню будем голосовать. Ну, посмотрим. На этом все, дорогие друзья. Савландзар, корс кончей, до свидания. Савландзар, корс кончей, до свидания.